Мы как народ должны знать, кто же сидит за этими стенами сзади, которые у нас находятся, и кто нами управляет, что за люди. Во-первых, очень много вопросов было по национальности Владимира Владимировича, потому что очень много источников говорят, что это человек, у которого национальность, ну, еврей, что он еврей. И об этом говорит не только общественность уже трубит, это говорят даже сами евреи, главный раввин Берл Лазар, которому он, когда-то в 2000 году, он, это наш президент, прямо сразу через 22 дня после того, как вступил в должность, сделал российское гражданство. С чего бы это? Да? То есть уже куча вопросов. Куча вопросов, почему у нас Владимир Владимирович празднует еврейские праздники, почему он у стены плача надевает на голову белую кипу. Тоже очень большой вопрос. А еще были вопросы по поводу здоровья Владимира Владимировича, почему мы не имеем права знать, какое же у него здоровье. Ведь человек, который управляет и руководит вот этой красной кнопочкой, то есть у него должно быть нормальное психическое здоровье. А вопросы возникли, почему? Потому что есть такой, сейчас скажу, профессор Гундаров, и он уже давно заявляет, что у президента есть все признаки серьезного заболевания лепры. В простонародье это проказа. Очень нехорошее заболевание, влияет на нервную систему. Вот. То есть о здоровье президента. Второй момент. А где же семья у президента, если посмотреть всю мировую общественность других президентов? Мы знаем все их семьи, детей, внуков. Вот все-все-все. Все, что у них происходит. Ну а Владимира Владимировича, мы ничего не знаем. Где его дети? Вроде бы у него дочери, а может у него сыновья. Где они живут? За границей. Или здесь, в наших русских школах учились, в институтах. Где у них бизнесы? Ведь Владимир Владимирович проповедует, ну по сути дела ведется сейчас у нас в стране патриотизм. Мы за патриотизм. Мы очень даже за патриотизм. Хочется узнать. А у самого президента, насколько этот патриотизм в крови? Это вот один из вопросов, которые мы задавали. Ну и конечно же, в системе очень много мы сейчас наблюдаем людей. Особенно рядом с Владимиром Владимировичем и в том же Совете Федерации, и в Совете Безопасности, в администрации президента. Люди, которые занимают высокие посты и фамилии у них почему-то, ну как сказать-то, вот тот же, допустим, Лавров, Мишустин, даже Матвиенко из Совета Федерации, Кириенко, ну вы их всех знаете, Володин тот же самый, да. Вот, то есть по нашим исследованиям получается, что эти люди взяли фамилии, то есть фамилии-то у них не такие оказывается. И люди эти тоже еврейской национальности. Мы не против евреев, мы вообще не националисты. Вообще, ну, то есть у нас многонациональная страна. Но хочется добавить вот что. Почему у нас в запросе как бы и прописано, что есть у нас еврейская национальность, вот такая вот секта Хаббат. Очень много сейчас о ней говорят. Главным раввином, руководителем, я бы сказала, является Берл Лазар, которого как раз вот у нас Владимир Владимирович очень даже с простертыми руками встречает в нашей стране. Вот, поэтому и хотелось бы узнать, почему у нас в правительстве люди, вышестоящие, поменяли свои фамилии. Народ, у вас нету вопросов к этим людям? У меня, например, очень есть. Спасибо.